Слушайте, ну прошлась, конечно, стихия по нам на этой неделе. Я хочу просто показать вам кадры того, что творилось в Амеретинке у нас в Сириусе. Я такого не видел никогда в своей жизни, хотя это родные мои места. Я с детства именно там ходила на пляжи, когда еще не было никаких олимпийских объектов и даже мысли о том, что когда-нибудь там будет Олимпиада, там были одни перепелки, какие-то заброшенные территории и вот такие каменистые пляжи. Просто посмотрите. Пошла волна. Вон их две пошли. Песочница уже не в бассейне. Все. Первый этаж. До свидания. Я еще больше не могу. Жесть. Просто. Я за 40 с лишним лет такого не видела. И вот губернатор Подмосковья сказал, что за 40 лет это самый сильный снегопад, который когда-либо был в Подмосковье. Соответственно, и в Москве я что хочу напомнить тем и попросить. Люди северные со снегопадами справятся и без моих советов, а как человек южный, выросший как раз вот на этих каменистых пляжах, напоминаю еще раз всем. Пожалуйста, не подходите к воде. Когда это начинается, вы это не пропустите. У вас всегда есть 5-10 минут, но часто не больше. Понимаете? 5-10 минут и все. Давайте вспомним эту чудовищную историю, как в прошлом году смыло в море две машины с женщинами, с маленькими детьми, потому что вот человек принял решение, несмотря на то, что МЧС предупреждал, и СМСки приходили, и соседи, местные жители говорили, что, ребята, нельзя парковаться в том месте, где река впадает в море, когда начинается ливень. Вас смоет. Их смыло, и никто не смог ничего сделать, и выжил только один. Мужчина, который, ну, собственно, старшим был в этой группе. Я так понимаю, как ему с этим жить? Там были и его дети, и дети его друзей, и его жена. Я не знаю. В ваших силах этого избежать. Вот сейчас нашли тело в Крыму у нас, в Судаке. Тоже сообщается, что человек вышел поснимать волны. Не снимайте волны, снимайте что-нибудь другое. Придумайте какие-нибудь интересные свои идеи для вашего ТикТока, Инстаграма. Это не стоит вашей жизни. Вы не представляете, что такое эта волна. Как она может ударить? Она может ударить так, что снесет целый порт. И такое бывало. А не только вас с вашим айфоном. А вот эти волны, это посильнее, чем те, которые, когда порт у нас в 13-м году, да, снесло. То есть 10 лет назад. Таких волн не было, я вам скажу. Опор снесло. Не шутки это все. И если начинается ливень, паркуйтесь, если вы в машине. И уходите, пока еще можно уйти, если ливень уже не такой, что вас сшибает с ног. Уходите в безопасное капитальное строение. Потому что унести вместе с машиной может уже очень быстро измениться ситуация. И еще раз прошу. Пожалуйста, пожалуйста, никогда не снимайте смерчи. Смерч выходит на берег очень быстро. Скорее всего, он на берег не выйдет. Но если он выйдет, вы не успеете моргнуть, вы не успеете включить выкол-выкол, как вас смоет этот смерч вместе с тем пляжем, на котором вы находитесь, вместе с той стеклянной кафешкой, в которой вы сидите. Просто к какой-то там бабушке. Берегите себя, пожалуйста, и дорожите своей жизнью. Жизнь нам нужна для другого. Про жизни. Вот такое видео прислали в очередной раз. Ребята, спасибо им большое. Я это видео показываю не для того, чтобы... Мне даже неловко это показывать каждый раз. Каждый раз мы с редакцией спорим, надо показывать, не надо. Мне неловко, потому что нас есть учили, и религия нас учит, что добро надо делать тихо. Но, к сожалению, пока делаешь его тихо, это как-то не заразно. Понимаете? Заразно, когда делаешь его громко. Как только я вслух рассказываю про какие-то кейсы нашей благотворительности, нам отправляют еще много денег, которые мы можем дальше отправлять ребятам, точнее, закупать на эти деньги. Дроны и все остальные, выполнять заявки, которые нам присылают с фронта. А когда мы делаем это тихо, и получается, что каждый делает втихаря, и заявок, ну, по крайней мере, то, что мы видим, исполняется гораздо меньше. Мы не можем подтянуть это все. Вот видео, посмотрите. Уважаемый Маргарита Симонова и Тигран Петмондович, от лица военнослужащих 175-го отдельного разведывательного батальона выражаем вам огромную благодарность за предоставленную гуманитарную помощь. Благодаря вам в нашем подразделении повысится боевая эффективность. Как бы нам ни было тяжело, мы не посравнили честь наших предков. Враг будет разбит, победа будет за нами. Слава России! Слава ВДВ! Если вы хотите, и у вас есть возможность, я еще раз повторяю, что я обращаюсь только к обеспеченным людям. Я не обращаюсь к людям, которые и так тяжело живут. Не нужно ничего отрывать от себя. Никакой критической ситуации в армии нет. Это все-таки, слава богу, не 41-й, не 42-й год. Но ребятам нужна помощь. И если вы можете помочь, если вы можете не купить какую-нибудь очередную дорогую сумку своей жене или самому себе какой-нибудь очередной костюм, а вместо этого купить ребятам то, что они просят, то я напоминаю, что у нас 100 заявок от разных подразделений, которые мы потихоньку закрываем. Закрываем своими деньгами и закрываем сборами. Чем больше мы соберем, тем больше мы закроем, и тем больше вот таких вот ребят, как записали эти видео, останутся целы, невредимы, тем скорее они принесут нам нашу общую победу. Если вы хотите чувствовать свою сопричастность к этой победе, если вы хотите, когда мы построим это наше общее светлое будущее, когда мы победим, если вы хотите знать, что все это время вы были не просто наблюдателем, а строителем, помогайте. Это такой кайф, знаете, думать о том, что какое-то ружье, которое антидроновое, которое ты купил, или тепловизор, или, ну, не жилет даже, спас чью-то жизнь. Это не сравнится ни с сумкой, ни с машиной, ни с отпуском, ни с чем. Правда? Давай, ой, ой, красавица! Спасибо Маргарите Симоненко за дрожобойные ружья! Слава России! Я напоминаю, что очень вас прошу не вестись на мошенников, которые выступают от моего имени. Если вы видите текст от моего имени или фото мое, это совершенно не значит, что эту информацию публикую я. Пожалуйста, только те посты, где я вот так вот голосом, глазами, своим лицом, только в своих официальных каналах, помеченной галочкой, призываю вас отправлять деньги на какой-либо счет, только в этом случае можно это делать, если у вас есть деньги, которые вы можете себе позволить потратить на фронт, на наших бойцов. Видите что-то другое от моего имени? Это точно не я. Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк «Остров мечты» приглашает провести время с детьми или окунуться в детство. Его аттракционы и всемирно известные персонажи ждут всех, кто готов поверить в волшебство. Девять сказочных миров предлагают более 35 развлечений на любой вкус, а крытое помещение поддерживает комфортную температуру и открыто для детей и взрослых круглый год. На детских семейных, а также захватывающих и экстремальных аттракционах вы вспомните, как убегать от погони и взмывать вверх на качелях, когда сердце замирает от радости. Главная особенность тематического парка – это полное погружение в сказочную реальность. Гостей ждут аттракционы, шоу-программы, интерактивные развлечения. Сладкие сны, заветные мечты и детские страшилки воплощаются в жизнь в ярких шоу и увлекательных аттракционах «Острова мечты». Ну а теперь к нашим баранам, к одному из живописнейших представителей этого биологического вида. Полюбуйтесь на него. Представляете, сколько надо слюнявить пальцы и вот так вот это закручивать, закручивать, закручивать. Много раз в день. И вот эта слюна вся там остается. И зачем? Чтобы выглядеть, как помесь Тараса Бульбы с Альвадором Дали. Но послушайте, какой крик души на этой неделе вырвался у Чичеваркина. Как мы его расстроили тем, что у нас все хорошо. Мы проиграли. Давайте просто признаем. Ничего себе. Прямо вот так уже можно ставить точку? Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги. Но за этот забор закидывает все время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. То есть люди возвращаются назад и туда же через забор им закидывают бабки за ископаемые. То есть там за забором много денег и людей. Все восстановилось феноменально. Ушла Икея, компания, которая производит мебель на высоте. Ушли западные производители машин. Китайские микроволновки прекрасно продаются на колесиках. Все хорошо, собственно. Они сделали все, что Путин победил. И он побеждает. Просто в этом нам с вами нужно признаться. Да. Так и оказалось. Путин прав. А поверил бы с самого начала, что Путин прав. Может, не пришлось бы уезжать. Не пришлось бы сейчас. Манкротство у него, кажется, да? Этого его винного магазинчика или кафешечки, или что это там такое. Не пришлось бы сейчас кусать локти. Не пришлось бы сейчас выглядеть вот таким вот, ну, каким-то никому не нужным уже подзабытым фриком. Потому что я помню замечательного Чичеваркина. Я помню, как общественность прогрессивная, так называемая, зачитывалась текстами, которые он отправлял своим подчиненным. Он так руководил коллективом. И часто это было с юмором. По крайней мере, это было ново, как-то интересно, модно. Он был такой дерзкий. С перебором, конечно. Помните его вот эту вот рекламную кампанию? И в России эти цены просто о**ить. В принципе, если бы звезды лели по-другому, а главное, он бы себя вел по-другому, он мог бы стать очень серьезным политическим деятелем и лидером в нашей стране. Харизматичный такой был. И что нужно сказать? Нужно сказать спасибо Господу, что не стал. И спасибо Господу, что все такие, как они, уехали. Я еще раз говорю. Лично я не считаю, что всем уехавшим дорога закрыта, вы предатели и так далее. Мне кажется, что среди них все-таки много ребят, в первую очередь молодых парней, которые испугались мобилизации. И я продолжаю настаивать, что без мобилизации можно было обойтись, можно было набрать добровольцев. Просто делать это надо было по-другому. Ну, что сделано, то сделано, и хорошо было бы, если бы эти ребята вернулись. Но вот такие ребята, смеси Тараса Бульба и Сальвадора Дали, нам точно здесь не нужны. Понимаете, они что нам показали своим вот этим отвалом, когда они отвалили из страны? Они нам показали главное. И один из них очень талантливо это сформулировал в песне даже. Сема Слепаков, с которым я знакома вообще-то. Вот он сформулировал то, что я имею в виду, что они нам все показали. Они не русские. Понимаете? Они не русские, даже если они русские. Мало того, что они не русские, даже если они русские. Они гордятся, как Сема Слепаков, тем, что даже если он русский, а у него очень много русской крови, то он все-таки не русский. Ну, вот послушайте. Не русский, не важна кровь отца. Не русский, без кусочка конца. Не русский, мне не повезло. Не русский, я всемирное зло. На самом деле, Сема Слепаков, наверное, единственный, о чем отвали. Я лично жалею. Жалею, как сказать, жалею не о том, что он уехал, а о том, что он оказался таким вот нерусским. Мне так не казалось. Я вообще очень часто людьми очаровываюсь и вижу в них сначала только хорошее, пока они мне 15 тысяч раз не покажут, что есть в них что-то плохое. Мне кажется, что какой хороший, замечательный парень. И вот Слепаков, он, безусловно, очень талантливый парень, очень. Он такой уровень, ну, серьезный политической, русской политической песни. Есть же у нас такая традиция, даже если она так не называется, русской политической песни. Слепаков в свое время занял очень достойное место в этом ряду. И я считала, что он как раз-таки русский, и не просто русский, а советский, в самом почетном, в самом ностальгическом, в самом живом, родном смысле этого слова. Я так считала не потому, что я с ним знакома, мы общались там, может, пару раз на уровне «Привет-привет». А вот из-за этой песни, совершенно другой песни, если не слушали, послушайте обязательно целиком. Я сейчас отрывок дам. Герой-орденоносец Трофимов Пал Егорыч С волнением собирается на праздничный парад Движением привычным застегивает китель Слегка сутулев плечи под тяжестью наград Послушайте целиком. Это песня о том, как дед, ветеран, выходит и спешит, спешит, ведь он один остался на 9 мая своего полка. Ему надо успеть на парад. А там на своей иномарке 17-летний обдолбанный сын мэра, какая-то шалава, параллельно занимается с ним оральной разновидностью половой любви. Как бы это так сформулировать по-русскому надзоровски. И вот. Ну и, в общем, интересно, чем это все заканчивается. Это написано, я вам скажу, с таким русским советским патриотизмом, с таким русским советским пониманием наследия уже того, что значит быть внуком ветеранов Великой Отечественной. С таким тоже очень нашим, знаете, презрением и даже ненавистью к этим обдолбанным некоторым сыновьям некоторых мэров, которые позволяют себе мчаться на красный свет, на иномарке, не имея даже прав и прочее. В этом вот столько нашего всего, что услышать потом от Тёмы с гордостью вот это... Мне услышать это было странно. И больше я не жалею, что он уехал. Может быть и хорошо. Но не русский и не русский. И спалать тебя, добрый молодец. Мы тут уж как-нибудь сами. А сами мы продолжаем угадывать или знаем ответы на вопросы, которые я публикую в своём телеграм-канале «Маргарита Симоньян. Литература и история». Вот такой вопрос у нас в этот раз. Напоминаю, что тому, кто первым ответит, я отправляю свою новую книгу «Водоворот» с автографом. Вопрос вот такой. Ключевский писал, что немцы после своего господства при Анне уселись около него, как голодной кошки около горшка с кашей. Около чего? При открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Косино» в 2019 году, мэр Москвы отметил, что главное, чтобы сюда могли приходить заниматься спортом местные жители. Чтобы это стало общим достоянием. Сейчас спортивный комплекс «Косино» площадью более 7000 квадратных метров... Косино» площадью более 7000 квадратных метров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...